Машины на лужайках, а также детских и спортивных площадках. Современные водители продолжают оставлять свои автомобили в неположенных местах. В настоящий момент в территориальный отдел поступают многочисленные жалобы от жителей. Больше всего можно так вот как-то сопоставить. Это 25-й микрорайон, в котором мы сейчас находимся, и микрорайон номер 16, улица Борисовка, в городе Матищем. Сотрудники Госадомтехнадзора вместе с представителями молодой гвардии «Единой России» проводят акцию «Не паркуйся на газонах». На лобовое стекло машин нарушителей они прикрепляют предупреждающие листовки. Благодаря нашим рекомендациям администрация городского округа Матища и управляющие компании предпринимают меры по установке антипарковочных ограждений в виде столбиков и иных каких-то элементов. В настоящий момент на территории 25-го микрорайона, в городе Матища, управляющая компания предпринимает исчерпывающие меры по установке данных антипарковочных ограждений. За последние два года количество подобных правонарушений уменьшилось вдвое. Если в 2015 году были зафиксированы 450 нарушений, то в 2016 уже 200. «Ситуация улучшается с каждым днем, потому что больше людей узнают, что за данное правонарушение есть штраф, знают, куда обратиться и знают, какой результат может получиться. Поэтому люди фотографируют, отправляют, пишут жалобы. Тем самым число нарушителей становится меньше». Несмотря на это, штрафовать еще есть кого. По закону Московской области для физических лиц предусмотрено денежное взыскание от 1 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 10 до 50. А для юридических лиц парковка на газоне может обойтись и в 100 тысяч рублей. «Сами жители своего дома, двора должны следить за тем, чтобы газон был в целости и сохранности, потому что это красиво, это хорошо в любом случае. Ну и должна быть какая-то определенная культура владения транспортным средством. И люди сами должны понимать, что не нужно заезжать туда, где для машины не приспособлено». В будущем акция продолжится. Сотрудники Госадомтехнадзора во время ежедневных рейдов будут фиксировать нарушения с помощью фото- и видеотехники, а также выезжать по просьбам неравнодушных граждан. Александр Александрович, Константин Химичев, информационная программа «День».